Саша, вот ты мне скажи, я всё хочу у тебя спросить, а вот ты когда впервые услышал про Грушинский фестиваль? Не, ну Грушинский всегда на слуху был. Ну как? Ну вот всегда. Родился я сюда. Вот я даже, да, я даже как-то это самый, Грушинский фестиваль, ну почему? Конечно, когда в университете учился, да. Уже слышал. Да, 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 конечно. Конечно, вот вся эта история, вот в результате которой вот и имя появилось, Грушинский фестиваль, да. А вот расскажи, пожалуйста, о твоих впечатлениях, когда ты первый раз тут появился. Ну, первый раз совершенно грандиозные впечатления были. Вот просто интересно, человек с свежим взглядом. Да, мы два года, позапрошлым и в прошлом году, значит, с Игорем были, там тоже концертики давали, даже на гитаре сподобились выступить. Вот, и удивительно, что для меня, по крайней мере, было, ну, огромная масса народа, я это как бы ожидал, да, потому что, как бы, всегда я знал там, что много людей связывается и так далее, на достаточно ограниченном пространстве. Вот, и что вот удивляет, ну да, там народ, конечно, там выпивает, ну что, но атмосфера постоянно удивительно дружественная. Никто, ничего, никого, никому не задевает, все как-то вот в одном каком-то тонусе находятся, это удивительно. И масса площадок, где ты можешь и одних послушать, и других, и они разнообразные достаточно по исполнителям, ну, а концерт уже на основной гитаре, это просто сказка какая-то. Я бы даже вообще, его записывал, идет с 10 часов примерно вечера, и до 5 часов утра, вот такой замечательный концерт, который замечательно ведет Борис, и, да, замечательно. Галя, я всегда даже, Галя Хомчук тоже, вот и так далее. Это, конечно, совершенно незабываемое, незабываемое событие, вот, время, и дай Бог, чтобы он продолжался, как говорится, дальше, 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 дальше. А что вот в этом году вы пели на гитаре? Ой, мы, по-моему, счастье мы спели. По-моему, счастье. Да, ну, мы ее споем, по-моему. Счастье всем нужно. Да, 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 это точно. Вот. Ну что, сейчас, во-первых, Юра был очень хорошим горнолыжником. Вот, он практически катался на всех горах в России, если бы он, дай Бог, как говорится, дожил до нашего времени, он бы уже освоил, вот, как сейчас многие выезжают в Италию, Францию, Австрию и так далее, да? Ну, Крушевель нет. Крушевель нет, Крушевель нет, это не годится, да. Вот, есть масса замечательных мест, куда отличная совершенно компания собирается, они, в самом деле, катаются, они, в самом деле, потом песни поют, замечательное время проводят, и вот этот дух тоже, да, там витает. Вот, и я, например, первый раз поехал в Доломит, вот, за границу, в Доломитовый Альп, это Вальдефаса такой массив, там массив такой Саларунда, километров сорок, там, траверсы, горы, спуски там и так далее, вот. Вот, горка такая очень высокая, за 4000 метров, 4,250, вот, где тяжело даже дышать, Мармалада называется. Единственный выход из спуска, это поселок Каназей такой, вот. В общем, ты горнолыжник. Я горнолыжник, да. А ты горнолыжник? Нет, я катался несколько раз. Ну, значит, начинающий. Но как-то не сложилось потом, почему? Ну, может, сложится еще. Вот, ну и вот такие вот песенки. Доломитовый Альпы, солнце греет гор и вершины. Доломитовый Альпы, люди вернулись вверх кабины. Доломитовый Альпы, спуск наш, словно в ритме вальса. Доломитовый Альпы, педальвейс, внизу, в базальце. Мы на утро рано встанем, мы оденемся в карасеты. Неуклюже так подвали. Вместо встречи, в карасеты. Мы посмотрим друг на друга. Мы поймем все с полуслова. Мы пойдем на Саларонду. Мы уходим в эти горы. Саларонда, Саларонда, красный круг и круг зеленый. Наконец-то, каназей, наливай скорее и пей. Ну а завтра, мармалада, это горочка, что надо. Помолюсь там за друзей. И опять, да, каназей. А потом опять пространство, солнце, снега, горы, ущелья. А потом опять по склону, разноцветные карусели. И потом, когда наступит час прощания, час прощания. Мы признаемся в любви к вам. Доломиты, до свидания. Мы вас любим, Доломиты. Мы вернемся, Доломиты. До свидания. До свидания. Мы раз обещали вернуться, то мы возвращаемся. Доломиты, мы вернулись над тебя, душой и телом. Проще все перевернулось. Солнца нет, не видно целый. Просто все перевернулось. Горы все покрыты дымкой. Просто ты мне улыбнулась. Значит, ты в своей корзинке. Ты взяла меня за руку, ты в глаза мне посмотрела. Ты сказала, Саша, друг мой, я возьму тебя на селлу. Я возьму тебя на селлу. Я возьму на мармаладу. А потом я стану телом, стану телом шоколадом. А потом опять гирляндой мы рассыпемся по снегу. А потом я за ракашей, а лихо так по склону съеду. А потом мы сядем вместе, маленьком в уютном зале. А потом споем мы песни из булада окуджавы. А потом мы выпьем водки. Девушки расслабят блузки. А потом поймем мы что-то. Впрочем, как это по-русски. Праздник наш не может вечно продолжаться. До свидания. Вот и все. Гасите свечи. Кончен бал. Микро-сталан. Праздник наш не может вечно продолжаться. До свидания. Саша, вот я сейчас вспомнил. Вот есть такой замечательный человек, Валера Боков. Это король гор, я считаю. У него такая строчка есть классная. У нас любые разговоры про жизнь, про женщину, про вино переключаются на горы, а остальное все пшено. Помнишь? Вот у нас сегодня такие разговоры. Мне очень нравится. Замечательно. Вот. Ну, вообще, я что хотел еще сказать, в дополнение вот на впечатлениях там и так далее. Вообще, конечно, люди, которые любят авторскую песню, которые сами сочиняют, которые любят ее слушать и так далее. Это такое братство. Братство единое по духу, по жизненным ощущениям, по крови, если так громко сказать там и так далее. Ну, и в этом плане мне хотелось бы такую песенку спеть. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...